всем привет вы смотрите видеоблог на сайте кадр ком и с вами как обычно антон ткаченко и олег кучеренко это будет последний видеоблог в этом году поэтому мы подготовили специальный материал который как раз подходит под конец года и подводит итоги по продуктам года мы будем выставлять такие себе бейджи номинации когда кадр только что придумали кадр эвордс на лучшие продукты в разных категориях это будет наше личное редакторское мнение которое мы составляли коллегиально в некоторых категориях нам даже помогали коллеги сайта кедр ком вот поэтому ну она основана на каких-то объективных причинах а не просто так мало того мы ездили на фотокину 2014 и многие из новинок вертели в руках самое самое горячее и знаем о чем говорим хотя они до сих пор еще не приехали в украину вот если вы не согласны с этим мнением обязательно вы скажите здесь в комментариях а вы не можете быть не согласны наше мнение самое объективное и расскажите свой собственный топ ну или скажите что вы там согласны действительно я тоже хочу быть вот это вот в этой категории в общем не будем затягивать и сразу начнем 2014 кадр эвордс открывает номинация лучший компакт года и в этой номинации у нас есть много участников на самом деле все на самом деле очень просто и как бы компактные фотоаппараты это те фотоаппараты которые люди в основном покупают для себя чтобы использовать не для профессиональной жизни чтобы снимать то что происходит вокруг вас если раньше когда мне приходили вопросы там на имейл в контакт в разные социальные сети с просьбой помочь выбрать фотоаппарат я в основном советовал какие-нибудь зеркалки даже если не я знал что они там откровенно не очень удачные да да альтернативы посоветовать я просто не мог потому что хороших компактных фотоаппаратов но их практически не было а получать качество мобильного телефона еще несколько лет недавности как бы я не мог просто такое советовать людям то этот год реально все изменил он принес такие фотоаппараты которые я сейчас рекомендую даже людям у которых ну завышенные требования к начальному уровню качества фотографий потому что я сам иногда уже мне лень с собой носить большой фотоаппарат и куча оптики а легче взять какой-нибудь компакт и с ним наснимать потому что нибудь чтобы просто задокументировать происходящее рядом и на самом деле я сейчас пересмотрел серьезно свое отношение к компактам и открывает скажем так список претендентов номинантов у нас камера fuji x100t она немножко стоит особняком от остальных потому что здесь установлен фикс объектива остальных все таки зумы в целом если вот говорить про все компактной камеры это их характеристики в том что у них сенсоры больше чем даже у старых скажем так имиджевых компактов с матрицами 1 на 1 и 7 дюйма здесь у всех они как минимум больше или сильно больше и вот я бы так не очень технически обобщил на самом деле просто производители компактов стали больше уделять внимание именно размеру матрицы а не там количеству мегапикселей или абсолютно другим размерами матрицы и объективом светосиле объектива потому что все таки если даже на какую-нибудь старую старый компакт с маленькой матрицей поставить объектив вдвое светосильный теста в одинаковых условиях она будет шуметь там в два раза меньше у тебя появляется больше возможности по размытию до заднего плана не только но не только скажем просто что темнее дает и все равно можешь снимать а в древней мобак все типа я помню какой смысл снимать свой старый компакт у меня был один иксус там вот так у него даже вспышка когда вечером срабатывал дымок так старый фотоаппарат еще первое и вылетает голубь поэтому как бы ну очень много хороших что такое и кстати это сенсор apc x-trans cmos который не с байровской системой построение матрицы а с фирменной фуджевской псевдо случайным поэтому там очень резкая картинка даже в джипегах вот и малошумная на высоких айсо вот чем конкретно эта моделька классная чем она мне нравится она красу не прямо сейчас на тестирование кстати у нее гибридный видоискатель оптический и электронные мало того когда ты не забываешь на номинант это номинант ну просто говорю о чем он хорош вот видоискатель интересный матрица большая и классная и объектив 30 23 миллиметра стасила 2 который в клиенте получается вот 35 миллиметров классная камера то есть но и дефицит минус что фикс и среди вот ограничивает победить это ограничивает но я ее люблю всем сердцем любовь на всю жизнь и все такое вот классная камера и вторая это тоже от fuji x30 здесь у нас тоже x-trans cmos сенсор но размера две третьих дюйма то есть значительно меньше вот но 100 зум объектив с силой от 2 до 2 и 8 камера не особо блещет там крутыми нововведениями просто что достаточно она скажем так доступная легкое управление прикольный дизайн прикольный дизайн это очень важно просто она наследовала популярность x20 я тебе расскажу много у нее и x20 не x-trans сенсор был и все там был обычный cmos датчик но даже это очень важно x100t типа это абсолютно разного это разные и по цене и по всему но здесь объектив который универсальный светосильный и все остальное если на x100t ты купишь не этот не 855 2.8 4 который стоит дорого а например этот серии xc по моему вот есть xf серия есть xc более дешевая там есть 1650 3.5 5.6 то вот знаешь 3.5 5.6 против этого 2 2.8 вот не сильно тон будет круче прямо так в общем вообще да он будет интереснее в любом случае ну то есть не спорим у этой камеры хороший объектив то есть реально то о чем мы говорим чтобы зрители стали уделять внимание светосиле и это реально работает вы получаете лучшее качество да и здесь электронный видоискатель хороший есть горячий башмак есть полный набор всего что может понадобиться для компактной камеры такой для энтузиаста следующая камера это уже такое обновление мощное третье мой фаворит sony cybershot rx100 третье обновление в котором появился и видоискатель который выскакивает вот вот здесь это кстати да очень здесь вот 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 так я уже быстро пока олег тут что-то ищет дополню что почему и фаворит потому что лично этот фотоаппарат у меня ассоциируется с компактной камеры вот я его вижу ну вот еще одна самая компактная прошла через много лет вот вот это компакт он должен вот так выглядеть вот и при этом у него все современные преимущества они есть сохраняются и раз sony таким ну так активно поддерживает всеми выпускают обновления версия тоже третья версия то наверное эта камера реально даже вот у производителя вызывает это теплое чувство раз он и так поддерживает это очень по моему клево и я у меня уже несколько знакомых серьезно рассматривают эту камеру как подарок на новый год а почему бы нет тут стоит сенсор 1 дюймовый формата cmos здесь есть объектив двадцать по моему 424 70 миллиметров 1828 в отличие там от старого которого на длинном конце заканчивается там что 4 с чем-то или там около пяти вот если он достаточно сильный и если уже сравнивать мир с зеркалками начального уровня или без зеркалками начального уровня у которых 3556 и там чуть больше матрица но не настолько она больше чтобы покрыть вот эту разницу светосиле в итоге здесь гораздо реально карманное решение которое всегда с тобой ты получаешь классные снимки и размыть заднего плана может просто вот взять вот этот фотоаппарат и даже с тем же и кстати сравнивая я просто знаю какие файлы оттуда во и вот на rx стону ли они на третью снимала я на по-моему я не помню какую есть мастру или на первом много и мне очень порадовало сразу то качество которое вы получаете то есть вот такая камера возможно найти для мамы вот и едала на себе фотка и там то что и нужно цветочки там капельки и у нее все сразу красиво ну да вот и я считаю что это для 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 пользователя который хочет себе point and shoot камеру это такой хороший хороший компромиссный и еще один очень близкий на самом деле камера вот к sony cyber shot rx-103 который мы видели на фотокине это can power shot g7 x тут тоже стоит если не ошибаюсь дюймовая матрица дюймовая матрица simos и светосильный объектив и там и поворотный дисплей по моему да и же поворотный дисплей вот но нет устроенного видоискателя то есть это как бы такой достаточно существенный минус чем того что она не меньше чем sony rx-103 зато ну чем круто круто g7x тем что это одна из самых последних фотоаппаратов которые вышел в свет и у нее есть очень много вот тех доработанных штучек которые нету у более просто вообще у к она очень богатый скажем так опыт в создании компактных камер и они уже ну собаку съели на этом и в плане вот просто картинка прямо из камеры вот файлы баланс белого замер экспозиции вот то как это должно быть реализовано в компактной камере здесь сделано очень классно меню очень понятное простое вот вспомни меню какой украины вспомни сравни с меню sony или уджига тоже некоторые там да то есть у большинства они очень запутаны а в канон вот реально они очень долго думали и вот в итоге доработали уже меню вот во всех компактах чтобы оно было максимально юзабельно если например вот rx-103 мне нравится вот ее дизайн внешний вид что она не знает компакт то как раз канон больше попахивает таким профессионализмом много кнопочек раскиданных по камере достаточно логично и когда ты на нее смотришь она тоже выглядит более профессионально то есть я думаю что некоторым людям важно что со стороны ты смотришься как более продвинута да потому что rx-100 он реально выглядит ну компактную коробочка черненькая правильно и она там еще с объективом вот это как бы тоже иногда может сыграть тебе в плюс потому что никто не знает какой потенциал этой крошки да крошка тут сразу палится что-то такое и собственно говоря последняя камера которая у нас осталась победитель до который у нас остался мы на самом деле думали вот сравнивали его sony rx-100 потому что она тоже была в фаворитах вот но все же отдали и первенство потому что потому что она может потому что она заслуживает и чтобы не откладывать долгий ящик это panasonic linux lx-100 который был представлен на фотокине 2014 и мы ее собственно видели есть превью обзор я его как раз рассказывал очень сильно так батлила с canon g7 x именно на фотокине потому что мы чуть ли не ну да следующий же день как бы юзали ну да две камеры и вот было очень интересно как они себя проявляют как юзабилити эргономика как бы сразу ты можешь посмотреть это все и lx-100 показала себя супер достойно просто почему во первых потому что это самый большой сенсор среди наших суперя участников ну ладно не считая x100t среди участников зумбекти решила что вот нужно сделать что-то крутое почему не поставила еще большую матрицу чем в принципе у средних компактов просто взяла и поставила матрицу от своей же линейки panasonic lumix g-serie вот и все от без зеркалок поставила матрицу с разрешением с размером 4 третьих дюйма то есть больше дюйма ну то есть это больше дюйма да на одну треть математика очень простой том что средний размер у компактных камер это дюймовая матрица это считается уже большой это это самый большой до этого скажем так те кто сейчас задают тренд дюйм как в g7 x это не таким образом и поступили почему канона проиграл вот по вот этому да хотя выпущены были вместе если я сказал что вот канон он попахивает профессионализмом то тут они добавили lumix еще сделали еще добавили сверху да и получилось класс объектив 24 75 миллиметра 17 28 то есть они не жертвовали широким углом то есть могли сделать 28 вот и как бы но тем не менее оставили 24 силы 17 75 миллиметров немножко маловато на длинном конце хотелось бы там где-то 90 100 как у конкурентов на самом ты уже делаешь из компакта в какой-то прям ультра зума ты знаешь мне не делали трусом потому ты же не можешь поменять объектив поставить телевик тут как бы ты уже купил и все ты снимаешь мало то вот это достаточно дорогая камера который ты покупаешь и уже но скорее всего будет служить долго и надеюсь и надежно если не сломается называется тоже там зависит от других факторов житель все поранять что хорошего здесь еще это видоискатель с разрешением 1280 на 720 точек заметь что у большинства современных камер разрешение 1200 ой 1024 на 768 или же там еще с меньшим соотношением сторон если более такой вытянутый получается но в нем скажем так вот видео классно смотреть и еще там остается типа полосы для какой-то информации и но на он в него смотришь он реально гигантский молотова иногда даже не хватает там угла зрения то есть нужно хорошо в него втюхиваться чтобы увидеть все углы кадра но удобно что вот помещаются еще куча параметров там съемочных так далее помимо самой картинки он достаточно быстрый далее тут 3 дюймовый дисплей с разрешением 40 на 480 вот и серийная съемка 11 кадров за секунду собственно говоря это все что касается фото и видео она снимает 4k чего нет ни у кэна чего нет ни у фуджи тоже это такое видишь бонус который был он и должен быть у компакта на почему нет делают а почему нет если не не говорю что это плохо я просто говорю что вот почему это все-таки по нашему мнению стал лидером потому что возможностей не просто много да их многое еще чуть-чуть и ты покупая этот фотоаппарат реально понимаешь что ты вот за за это я заплатил деньги вот то чего в принципе наверное ну да ты понимаешь в некоторых камерах не будем говорить до сих пор full hd 30 кадров в секунду или платишь за бренд не будем говорить в каких-то full hd 30 кадров в секунду а вот здесь 60 почему-то в компактной камере которая классная с высоким битрейтом далее здесь в вай фай и nfc на борту никаких там модулей ничего не нужно вот просто все в одном пакете забыл сказать что камера здесь 12 и 7 мегапиксельная если там вот это 4k видео но пишется пиксель в пиксель соответственно но очень хорошо будет детализированы она будет с минимум артефактов и на матрица будет не будет вообще такие с такими мегапикселями они 20 например как у sony и с большим размером физическим матрицей но это будет очень хороший показатель сигнал шум вот просто математические термины которые ну по-любому это и касается и фото и видео и все вот-вот и поэтому она осталась компактной есть видоискатель у нее там есть все что нужно для камеры по речи башмак еще раз говорю что номинации лучшая компактная камера года побеждают у нас panasonic lumix lx100 ну а следующая номинация это лучшая беззеркальная камера 2014 года и нужно сказать что уже настало то время когда очень многие люди меняют свои зеркальные фотоаппараты на беззеркальные и это касается не ну не просто обычных пользователей а и даже профессионалов буквально на днях мне писала мой товарищ антон забельский вот что так и так вот хочу попробовать себя с беззеркальной камеры уже на коммерческих съемках потому что ну что-то ему там не понравилось где-то в зеркалке где-то он почувствовал что ему уже тяжело или там еще чего-нибудь и это уже показывает да это говорит о том что беззеркальные фотоаппараты наконец-то уже достигли такого уровня что люди согласны или там могут их использовать для того чтобы зарабатывать деньги раньше как бы такого не было и из-за этого как бы этот сегмент рынка он сейчас супер востребованный и производители активно его развивают поэтому номинантов было достаточно много но при этом все мы определились достаточно быстро вот почему так вышло сейчас нам расскажет ну мы очень быстро определились именно с победителем но тем не менее мы не можем обойти вниманием все-таки конкурентов которые сделали очень достойные их просто классной камеры но просто они не могут тягаться с победителем и среди претендентов у нас были такие горячие пирожки это олимпус омд е м1 это топовая беззеркалка в линейке с очень быстро автофокусом большим и детализированным видоискателем и главное быстрым видоискателем которые но реально очень быстро отображение поворотный дисплей там все 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 есть заряженная по самое не могу очень крутые возможности по ручному управлению вот но как бы вот классная камера с широкой линейкой светосильной и не только оптики стоит на нее обращать внимание еще был такой номинант как fuji xt1 это старшая модель в линейке на данный момент у которой тоже быстрые модуль автофокуса поворотный дисплей нам по моему мнению лучший видоискатель среди беззеркалок тем не менее вот самый большой и детализированный вот вообще эта камера на которой видно что очень хорошо поработали да работали предыдущие серии они были крутые но x-t1 вообще там просто единственно чем чем вот можно сказать что вот что все-таки сенсор одинаковый стоит как в x-t1 так и в x-e2 так и если ошибаюсь в x-m1 естественно покупая x-t1 x-m1 вы получите поиски одну и ту же картинку разные ощущения съемки разные возможности но одно и то же и вот в этом может кого-то это немножко хотя я не говорю что снимки с x-t1 получается классные классные я по это и говорю что снимки с x-t1 получается классные просто наверное хотелось бы уже там в топовой камере которая была после всех представлена видеть что-то еще чуть-чуть лучше ну да или возможно ценообразование есть немножко изменить тоже получится более выгодный кандидат ну да когда не будет такой большой разницы между более младшей камеры более между более старшей дальше о чем самсунг nx-1 несмотря на то что кто-то может быть как там не берет в расчет вообще без зеркалки samsung тем не менее например модель nx-30 очень интересная была ясник съездил в европу снимал видео но мне очень понравилось там поворотный видоискатель такая штучка не не у каждого найдешь такое вот nx-1 это топовая модель теперь уже в линейке у которой самая быстрая серийная съемка с автофокусом вообще по моему на рынке кроме беззеркалок nikon one вообще как по мне самая профессиональная беззеркалка куда когда ты на нее смотришь к ты берешь в руки может быть и самая большая наверное она и есть самая большая но при этом супер эргономическая очень удобно ее держать очень большое количество правильно расположенных органов управления вот когда ее взял в руку я понял что наверное вот этого мне не хватает беззеркалках ощущение боль ну солидности сильно большого хорошего чувства комфорта что ты как старый друг и все хорошо знаешь хотя и для меня был первый раз когда я в руки взял лучше я так что вспомнил специально для тебя компания sony она делала это очень давно уже представила такую беззеркалку sony a 3000 она сделана в компакте sony альфа корпусе sony альфа но внутри нет зеркала но она точно такая же как зеркалка только она легкая непонятная ну такое переходной такой пункт для роста вот этот вот дополнительный экранчик сверху фиксация единственная небеса да да вот это все ну она все настолько упрощает тебе жизнь потом что и вот лично для меня микс один серьезно серьезный был претендент на победу но все равно но все равно мы заказать у них один у них есть она снимать 4k видео да у него очень крутые по видео кстати там на стенде samsung вот они прямо устраивали из него такой конструктор навешали обвесов внешних экранов там ну для профессиональной видеосъемки поэтому там компания уверен что дальше будет еще делать ставку на развитие ли может быть на самом деле мы ее будут тысяч четырнадцатом уже году получим тестирование и мы изменим свое мнение и будем слезно просить прощения у вас типа что а вдруг она такая крутая ну на самом деле пока реально не попробуешь ее ну вот не просто там поюзать поснимать и хорошо ну не поймешь все все может быть на самом деле что что дальше samsung nx1 сказали panasonic g4 тоже очень интересная камера первая вообще беззеркалка который был представлен который умеет снимать 4k видео причем умеет снимать 4k видео прямо из коробки на карту памяти full hd она умеет снимать в 60 кадров в секунду с битролейтом до 200 мегабит а 4k видео до 100 мегабит при этом у него там 12 мегапиксельная матрица тоже и соответственно ее разрешение соответствует вот этому 4k разрешению и она соответственно мультиформатная и в зависимости от общем формата видео всего остального она берет конкретно вот кадр с матрицей не кропая его понимаешь соотношение размер размер кадра остается одинаковый с разным соотношением сторон 4 к 3 16 на 9 и так далее вот в чем не просто еще вот в этой камере мне сложное было управление вот если тот же nx1 она как-то ну для меня было как-то очень понятно слишком похоже на зеркалку то тут как-то очень много этих кнопочек они как-то профессионализм охватывает супер широкий спектр задач если я не ошибаюсь там по моему 7 fn клавиш которые можно настраивать и еще по моему очень много на сенсорном экране еще типа фэн клавиш который можно я просто помню как мы на нее записывали пару это было джей 4 я тебе скажу это было джей 3 да ну да это тот же формат я вспоминаю что когда мы писали я реально не туда нажимал все время ну в общем камера классная сенсор микро 4 3 с кропом 2 и скажем так вот со всем этим мы хотели в какой-то момент отдать ей лавр другие лавры но не в среди беззеркалок а в другой номинации которая будет чуть позже это я что продумал подумал и общем первое место первое место мы естественно отдаем камере sony альфа 7 2 с маркировкой 2 это очень важно потому что если бы она не вышла то семерки мы бы не отдали бы первое место во первых это первая полнокадровая беззеркальная камера с пятиосевой матричной стабилизацией именно вот этот пункт который отличает ее не только среди конкурентов но и даже среди себе подобных альфа 7 который даже расплодил даже более дорогих то есть есть просто семерка есть 7r есть 7s а вот это 7 2 7 марк 2 марк 2 ну как бы марк нет но вот просто 2 вот она вот вот такая у нее матрица фактически висит в подвесе в воздухе и она может состабилизировать вам картинка как при фотосъемке так и видеосъемки с любыми объективами в том числе из переходник через переходник например там знаю какие-то советские объективы или кита цейсы там мануальные или там ну что любую оптику в общем на crop 2 ой извините это я что же уже уже все заело в общем можно любой полнокадровый объектив сюда поставить потому что короткий рабочий получить просто ну классную систему стабилизации которая ну грубо говоря вы получаете объектив со стабилизацией а за стабилизацию деньги не платите это ну очень классно потому что все-таки полный кадр дает вам очень высокое качество изображений раскрывает потенциал большинства объективов и при этом вы можете снимать и в условиях недостаточной освещенности не повышая супер сильные со хотя это тоже можно сделать вот в этом плане по-моему sony дает такие возможности которые просто не ждешь от беззеркалки даже даже тяжело их представить по-моему сколько например обычно говорят компенсации экспозиции но там в новых объективах вот ну по-моему до 3 до 3 до 3 но этот этот так натянута в начанта а здесь обещать до четырех с половиной потому что с любым объективом это ну понятно из-за того что матрица мало того мало того если ты ставишь объектив от sony со своей оптической стабилизацией то они могут работать вместе и еще больше стабилизации ты можешь такое при ну и честно и пока я пока не очень не очень хочется посмотреть как это будет вместе при реально вот плохих на самом деле мы забыли сказать очень важно именно в олимпус омд и м1 на самом деле в м5 в предшественники его было впервые показаны петель севастомизация объем 1 она была доработанная и вот как бы многие думали что именно этот модуль sony там как-то там выкупила или там взяла там права чтобы тоже использовать свои камерах но не этот другой модуль и по предварительным ким-то тестом с той прошивка которая есть ну как бы в текущей модели альфа 72 все-таки он немножко не такой эффективный как в камере олимпус но слухи во первых но не забываем что они в принципе не могут быть одинаковыми потому что система стабилизации спроектированы для кропа 2 матрицы с кропом 2 а здесь полнокадровая матрица которая гораздо больше ее просто сложнее перемещать в пространстве стабилизировать вот и плюс здесь кстати про матрица это 24 мегапиксельный сенсор по большому счету на бумаге по крайней мере он такой же как и в первой версии а7 и опять же с таким же успехом можно сравнивать с сенсором используемым в зеркалках d800 и d810 ну и наверное вот квинтэссенция до подведения итогов и победителя в этой номинации лично для меня оказалось это фулл фрейм это пяти системы стабилизации и еще супер важный момент это цена так как цена мне кажется здесь настолько адекватная просто что мы даже вот сравнивали с nx1 если там за nx1 они просят за боди 1500 долларов то здесь за боди просят 1700 долларов написано в анонсе по крайней мере на японском рынке 1600 долларов ну вот скажем ну даже пусть если 1700 то за те преимущества которые вы получаете доплатив всего 200 долларов по моему это опять же это это цена сравнимая с xt1 это цена сравнимая с олимпус ем 1 поэтому это цена не сравнимая с ценой panasonic g4 ну поэтому дороже поэтому в номинации лучшая бюрзикальная камера у нас побеждает sony alpha 7 версии 2 и давай допишем еще кусочек потому что мы не сказали очень важные штуки мы не сказали из-за чего она реально как бы кроме всего я хочу внутрь сайт что она пишет видео 1080 кора секунду с новым кодеком x и висе с честно я думаю что это никому не интересно а я думаю интересно что это мы же говорим про то что типа она очень сильно ориентирована видео x и висе шектора в секунду вход для микрофона выход на наушники очень высоко детализированный видоискатель и поворотный дисплей у меня сейчас детализируем и не добавил и потому что я понял что это будет очень красиво выглядеть я внутрь чтобы нормально я внутрь помонтажу не знаю это буду монтирует я или антон но вот дальше кусок нужно вставить куда-то внутрь ай а также видео возможности у этой зеркалки среди всех без зеркалок именно альфа 72 очень круто типа подсчетка видео что нету других конкурентов а еще у sony a7 2 есть такие классные штуки например как очень быстрая гибридная система фокусировки соответственно фазовая плюс контрастная и которая по крайней мере на производитель обещает что быстрее чем у предшественности хотя там было вроде как такая же система просто она не знаю перенастроенная она быстрее работает и в одиночном режиме и следящем режиме что очень важно здесь затворный мир 1 8000 на секунду самая короткая выдержка в отличие от полнокадровых зеркалок за эту же сумму мир ken 6d и nikon 610 у которых а выдержка всего одна четырехтысячная и даже более дорогие камеры которых тоже одна четырехтысячная полнокадровая nikon df например df да и еще по поводу видео этой камеры пишет видео full hd до 60 кадров в секунду с прогрессивной разверткой с кодеком новым xavcs который позволяет получить условно там например или с большим битрейтом будут файлы весить столько же или например с меньшим битрейтом качество будет такое естественно файлы будет меньше но качество останется тоже и есть режим с лог как он там два или четыре или три там есть какое-то специальное название которое делает картинку плоской плоская когда у вас нет теней практически вообще в светах типа все максимально приглушено и картинка такая плоская серая некрасивая режим который максимально заточен под дальнейшую пост обработка это дает возможность запечатлеть максимальный динамический диапазон который вообще возможно это фактически но не raw запись но тем не менее очень близкая к этому когда файлы очень сильно тянутся и без обработки как бы их нельзя дальнейшем использовать это сразу же говорит о том что компания делала эту камеру не только для консюмерской аудитории но и для профессионалов которые будут использовать как рабочий инструмент и зарабатывать этим деньги потому что можно делать плюс здесь есть очень высокодетализированный и большой видоискатель и поворотный дисплей с большим разрешением и собственно все это заключено в магнием в корпусе с магниевым сплавом с кучей там механических органов управления настраиваемых клавиш и всего этого вот вам и букет и рецепт для скажем так лучшей беззеркалки 2014 года называется конкуренты если хотите переплюнуть посмотрите на все это и попробуйте сделать лучше семи осевую стабилизацию изображения 8к видео не знаю там гибридную там из трех каких-то систем автофокусировку и и так далее следующая номинация в кадр эворт это лучшая зеркалка 2014 года ну на рынке присутствует сейчас вновь в этом году вышедшие nikon d4s также есть canon 1dx который уже немножко старее но это как бы в абсолюте лучшие зеркальные камеры которые есть но посовершавшись с олегом мы пришли к такому выводу что наверное неправильно будет присуждать лучшую зеркальную победу в этой номинации тому фотоаппарату который не может себе позволить скажем так большинство высоко квалифицированных людей которые используют а это когда делается как бы до единицам либо тем людям которые вот у меня куда деньги девать вот они хотят купить себе максимум что как бы данный момент существует из-за этого мы так как бы решили что что нужно выбирать среди камер более скан так доступных которые по разным параметрам в сумме по соотношению цена качество качество функциональность так далее они все-таки вырываются вперед среди прецедентов у нас были такие камеры как кропнутая sony a7 7 mark 2 ну или просто два вторая инкарнация была nikon d810 минорное такое обновление d800 без грязной матрицы пятен масла на матрице была такая камера как canon 7d mark 2 и что там еще есть зеркалок все да вроде все вроде то есть на самом деле год как бы такой получился без супер обновлений как бы вот если мечтать там тот же ds да вот и вот была одна камера которая была представлена буквально за два дня до фотокины очень интересно кстати это было потому что мы могли уже подождать два дня вот вот так вот они решили сделать не чтобы люди успели знакомиться и ждать ее самое классное в этом фотоаппарате то что сейчас нету аналогов нет аналогов у конкурента и давай давай говорим барабанная дробь это конечно же nikon d750 почему нет аналогов потому что у sony есть только а 99 из полнокадровых типа это такой топ получается у canon есть 6d и есть 5d mark 3 соответственно которым соответствует у nikon d610 и d810 из актуальных моделей а d750 занимает такое промежуточное положение между ними как по цене так и по возможностям но при этом по некоторым возможностям она обходит вообще всех вместе взятых то есть еще экскурс в историю что было d700 эта камера которая была аналогом грубо говоря 5d mark 2 и после этого когда вышла 6d nikon сразу выбросил типа d600 и вот линейка d700 которая вроде как была круче да она осталась без продолжения а потом вышел td mark 3 и nikon как бы нужно было что-то такое соответствующее выпускать карту повыше 800 d800 вот и как бы снова же уже до 700 как бы не туда и не сюда и сейчас вот выходит d750 который у которого теперь канону нужно канате выступает в роли догоняющего так бы на эту позицию что нету такой камеры с другой стороны у них даже нет места в линейке между 6d и типа 5d провели тяжелые маркетинговые исследования решили все они не смогут выбросить застолбили место которое нельзя никак отбить что такое d750 чем он хорош а тут 24 мегапиксель будет канон 6 с половиной короче или 5d mark 3 типа облегченная версия лучше там 6 и 1 2 24 мегапиксель естественно полнокадровый сенсор с антимуарным фильтром в отличие от некоторых тенденций к тому что его убирают в современных камерах вот но этот хорошо что муар у вас точно не будет где по значительности от 100 до 12 800 с расширением до 50 1 200 процессор естественно самый последний эксперт 4 вот и первое большое весомое скоток преимущество это 51 точечный модуль автофокуса multi cam 3 500 второй версии с 15 крестообразными датчиками и если не ошибаюсь ну да все это один из типа всего нас крестообразных во первых этот модуль круче чем в d4s потому что там мультикам 3 500 первой версии просто потому что она появилась раньше ну типа d4s вот и правильно мы выбрали победителя правильно правильно то есть реально это автофокус и прошлый мультикам 3500 реально очень крутой автофокус вот но этот должен быть естественно еще лучше и все как бы автофокус лидящий как бы одиночные со светосильными объективами стесильными объективами как бы покрывает все нужды реально профессиональных фотографов они только скажем так любители кстати еще преимущество даже на то же 6d например до 6d там у них вообще типа ну старый старая мы говорим что это примуще и над д610 у которого более слабенький автофокус и над к н6d у которого более слабенький автофокус то есть 750 это такая блин забыл слово в голове прикольная сейчас грубо это венец творения грубо говоря этого года на самом деле да что еще есть средняя съемка 6 плана кадров в секунду не никого этим не удивишь потому что но это не сильно но это не сильно много но не забывайте штатически 24 мегапикселя и это тяжело реально делать серийную съемку с большим числом кадров с другой стороны смотрим на беззеркалки samsung nx10 28 мегапикселей и 15 кг в секунду и чешем у подбородка ну так не но технически все логично логично объясняется зеркала нет ничего не щелкает и что все быстрее тут они не мы говорим конкретно что файлы здесь а вот здесь у нас не сходится почему так наверно потому что у d4 сколько 11 кадров в секунду больше и а здесь 6 половиной вот нельзя как бы делать больше ну потому что дальше да и про затвора скажи затвор это как бы так не я не говорю что это плохо в большинству людей достаточно в том числе для съемки спорта реально я иногда ставил реально когда тестил 1dx и когда тестил d4 d4s не тестил я ставил режим cl ну который с более маленькой типа скоростью серийной съемки потому что мне просто не нужно было для этого конкретного между было мер снять там например в течение двух секунд держать кнопку затвор чтобы словить нужный момент какой-то фаз движения я понимал что мне не важно вот я вот на миллиметр чуть дальше или ближе мне в любой из этих фаз мне подходит мне нужно просто такое количество кадров я просто буду их очень долго удалять я просто оставил в этих в эти момент когда я точно знал что мне так нужно я оставил меньше скоростью как раз где-то там 6-7 как бы подводишь к тому что на самом деле это не супер востребованно это не супер востребованно можно без этого жить да это более этого достаточно для профессионального использования вот так вот не для там самого-самого там чемпионата мира по футболу но для всего остального там каких-то action вещей вот дальше чем говорили выдержка одна четырехтысячная я и вот так нужно делать вот это вот это наверное единственная такая существенная ложка дегтя которые ну ничего не могу сказать ну вот это плохо я не могу найти ответ зачем так делают для меня это настолько было открытием вот когда я первый раз взял до 610 меня знакомая накупила и я кручу-кручу и смотрю типа на 4000 как и по почему как так может быть вот ну ты про кого говоришь накупил до 610 когда я взял я в я тогда не понял почему ограничена выдержка вот может быть может быть на самом деле вот мы с тобой так говорим что вот бла-бла-бла потом ты берешь и открываешь свое хранилище фотографий и просто так берешь и перетягивать все фотографии в библиотеку lightroom ждешь где-то дня дней пять так дней пять и потом с помощью lightroom есть ты можешь по экзив данным выбрать сортировка по разным данным и берешь не по камерам не по производителям а только по выдержке и выбираешь одну восьмитысячную и смотришь сколько там будет фотографий потом нажимаешь правую клавишу на все это огромные папочки смотришь сколько фотографий и естественно делишь вот это крис фотографий который у тебя получилось такой выдержкой на общее количество получаешь процент я думаю это будет 0000 не знаю сколько нужно нулей хотя да ты используешь сильными объективами снимаешь летом снимаешь летом ну а тем не менее но не так часто это используется потому что ну ну возможно возможно из-за этого затвора сильно увеличивается возможно 150 тысяч срабатывать не так я имею ввиду что это мы так думаем что может быть с этим же затвором было бы 100 тыс вот-вот я поэтому что возможно технически это сильно обосновано и как бы никон знает что он делает потому что масло ладно этого подкалываем что еще 1 среди пола кадровых зеркалок кроме конечно sony поворотный дисплей потому что очень многие этого ждали особенно те кто снимает видео например мы снимаем видео на камеры canon 5d mark 3 у которой нет пород на дисплее на 6d у которой нет пород на дисплее и мы довольны качеством видео нам нравится управление нравится все но вот реально часто нужен поворотный дисплей и у тебя выбор или ставить в горячий башмак внешний дисплей который занимает место батарейку выламывается и садится или свою батарейку или камеры батарейки ну как бы реально не удобно батарейку камеры да вот есть когда понимаешь или на монополе над мир вверх или например со штатива снизу или вообще земли там вручную снимаешь но реально нужен поворотный дисплей то есть вот здесь он есть и это уже кстати еще один модель важный ронин у нас есть ронин такая классный стабилизатор электронный и на нем очень часто нужен поворотный дисплей потому что ну ты не держишь вот так он держит трое ну вот так ты его держишь еще ниже и как бы но не так удобно как хотелось бы поэтому внешний дисплей там там есть но он опциональный можно было без него и обойтись если был бы поворотный экранчик да поэтому это классно мало того сам экран разрешение 720 на 480 но выполнен по технологии rgbw то есть кроме красного зеленого синего цветов есть еще и белый ты любишь про это рассказывать я люблю про это сказать один раз запомнил и все рассказываю это чисто белый пиксель который экономит батарейку раз и светится при ярком солнце сам экранчик может светиться больше ну и лучше видно то что у тебя происходит на экранчике поэтому хорошо мне не очень нравится что тут две sd карточки я считаю что формат sd плюс cf это более профессиональный подход а это не никто не говорит что это супер профессиональные камеры не я просто про то что цевки лично у меня ломаются вот за последний год хранил sd шки я похоронил точно две карточки одну с переменным успехом а то работает то нет и я уже боюсь ей пользоваться потому что один раз я потратил в районе 100 долларов чтобы восстановить срочно между 32 гигабайта материал показывает какие какого производителя нужно карточки использовать видишь и это продам цены не показывают не показывают вот ну на самом деле тем менее ну мне нравится такой формат у меня sd карта чуть не умирает но я не так много не наверное я не так много снимаю как ты вот и для большинства людей на самом деле sd более удобно более удобно во всех ноутбуках и есть кардридеры в мониторах они то есть реально есть быстро ты просто приходишь куда-нибудь даешь карточку люди сразу скидывают материал с cf конечно люди смотрят такими глазами что это такой сейчас я вам дам кардридер они еще раз что это надо вставить туда это подключить ноутбуку ну короче да так еще здесь есть виды скайли со стопроцентным покрытием поля кадра это это важно на самом деле для профессионалов по крайней мере и есть информационный экранчик панелька которая выполнена по технологии о led которая лучше ее просто видно и мало потребляет энергии правильно логично и что там последнее 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 что у нас еще есть вай-фай встроенный прямо в тушку наконец-то nikon не пожлобился точнее в какой-то младшей камере уже было встроенный вай-фай а вот среди полнокадровых такого еще не случалось теперь вместо того чтобы втыкать опциональные модули за 60 или 70 баксов то и дороже который еще торчит может сломаться ты его не хочешь вообще брать с собой вот просто все встроено какие должно быть ну ура 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 и мы решили с олегом что цена подожди а ну скажем цена нормально кстати я забыл сказать что дисплей 32 дюйма они 3 дюйма как у всех большинства сна 2300 долларов за тушку это как среднее между 1700 долларов за дальше все 10 и там около трех за до 800 до 810 до 800 е там плюс-минус все там около трешечки денег вот стоит это вполне по мне адекватная стоимость за такую камеру и поздравляем компанию nikon что ей удалось сделать интересный и ожидаемый на самом деле продукт для своих пользователей двигаемся дальше и следующая номинация это лучший фотоаппарат для съемки видео так как жизненный опыт мне подсказывает что на большом мероприятии уже тяжело встретить большую видеокамеру разве что там наше отсталое телевидение приезжают такими короче динозаврами до места видеокамер просто или или советские видеографы которые снимают эту свадьбу ну я таких тоже очень давно не видел в основном сейчас люди на мероприятиях не знают что делать или ну как им позировать потому что непонятно их снимают на видео или делают фотографии это я подвожу к тому что в основном для съемки видео сейчас очень стали распространены фотоаппараты от блин всяких мобильных телефонов даже там iphone 6 уже с оптической стабилизации до компактов без зеркалок и dslr которые уже дают просто ну такое качество видео что можно даже снимать фильмы и пускать их нам кинотеатрах и на самом деле среди номинантов были и такие камеры например как 7d mark 2 у которой там есть фирменная технология там автофокуса dual pixel cmos и было там samsung in x1 который имеет описать 4k видео и были там другие камеры в том числе и sony a7 2 с пятиосевой матричной стабилизацией вот но в итоге у нас осталось только две камеры и я сразу их назову это panasonic lumix g4 и sony альфа а7 с что их во первых сразу же объединяет то что они обе умеют снимать видео в 4k несмотря на как бы кто-то может типа сказать что это не нужно там это там пока что бесполезно но мне нужно неправильно ли мы выбираем лучшую камеру сумки видео я могу уже сказать что уже нужно брать такую камеру потому что это уже нужно во первых 4k видео можно легко укропнуть вот я реально бытовые проблемы снимаем обзор там не знаю фотоаппарата смартфона или даже автомобиля на сайте ведро точка ком и например ты снимаешь видео а потом ты понимаешь что ну вот на стопе монтаже не точно не досняли мир не настолько крупный как тебе хотелось было бы круче чтобы вот так или например планы не настолько отличаются типа этот у тебя например крупный а это ты хотел сделать среду средний ну оператор хотел но он чуть ложенулся и он почти ну не сильно отличается понимаешь и ты можешь уже сделать вот эту разницу по уровне плана по крупности просто легко на посте не теряет там в качестве вообще при том что ты в итоге получаешь full hd материал но у нас сейчас вот в офисе по моему сейчас находится три телевизора 4k 3 которые все поддерживают разрешение 4k если не ошибаюсь два дисплея диагональю до 30 дюймов с разрешением 4k вот как бы и ответ зачем нужно это видео там реально full hd ты смотришь вот расстояние вот на для телевизоров наверное не так актуально что обычно далеко сидишь а реально вот ты сидишь перед монитором 4k и full hd видео такое зернистенькое такое вообще как на вот этих на на full hd например мониторах ты смотришь там старенькая 6480 вот примерно также здесь это видит выглядит full hd на 4k мониторе поэтому это в любом случае понадобится и очень очень скоро не нужно так думать что конечно это сложно а по монтажу ресурсоемко жесткие диски резко плачут и обновляются я я не знаю что мне делать у меня даже просто для фото да даже просто с не самым типа тяжелым 5d mark 3 у меня уже там занято в порядке пяти терабайт наверное то если я еще снимал что-нибудь 4k это наверное но я точно себе уже купил прям целое хранилище там трабайт на 10 для начала вот всякими там супер быстрыми кардридерами которые сливаются и карты данные потому что видео если вы что-то случайно удалите но это же катастрофа потом заказчик просто и видео не вновишь фото еще как это можно видео восстановишь но гораздо сложнее да там пропадают кадры и вот эти все вещи которые то битые файлы и все короче вообще видео производства намного дороже выходит да и так panasonic g4 это матрица с кропом 2 система микро 4 3 естественно подходит масса объективов которые делаются для этой системы от олимпус panasonic и сторонних производителей и через переходник можно поставить вообще что угодно любую оптику в мире называется то есть для видео супер важно потому что вы в основном используете мануальные и любой объектив через переходник через самый дешевый будет отлично подходить для видео вот и видео она записывает сразу же на карточку памяти карточка памяти sd правильно я не буду не правда sd только естественно для 4k видео нужно будет очень быстрые карточки сейчас кстати уже достаточно большой появились карточки на которых реально заявляется 4k ну поддержка 4k видео прямо на карточке написано то и главное там достоинство специальная карта для съемки видео вот и и это видео в 4k до 100 мегабит и full hd в 4k 30 кадров в секунду и full hd до 60 кадров в секунду с прогрессивной разверткой и до 200 мегабит вот и все это на на встроенную карточку памяти без каких-либо там внешних рекордеров и всего остального а есть встроенные модули вайфай на тину для видео это все не интересно главное что есть там поворотный дисплей это важно можно снимать видео через там видоискатель электронный ну вот собственно и все и все это все нужные фишки для съемки видео фокус пикинг потом входы для микрофона и выхода наушники кстати это очень важно и этот интерфейсный вот разъем опциональный который стоит почти как эта камера тем не менее он дает там супер расширяет возможности всякие это профессиональные возможно всякие вещи для вывода звука для вывода видео для там получаешь ну чуть файл в итоге с большим возможностями пост обработки там глубина цвета и так понимаю да но потом можно это уже больше такие вот видео для простой фишки для профессионального использования поэтому эта камера и является у нас номинантом номинантом да и второй номинант это sony alpha a7s которая у нее матрица практически в четыре раза больше по площади полнокадровая она вот тут уделывает короче конкурента да и там и там это 12 мегапиксельные сенсоры соответственно 4k видео считывается пиксель в пиксель только в sony получается вы получаете преимущество в виде того что каждый пиксель он скажем физически четыре раза больше больше по площади из-за этого вы получаете больше света из-за этого с качеством выше даже ну в условиях одинаковые освещенности у вас на sony получается выше качество и из-за этого 2k s в названии она и означает сенсивити до сивити или просто супер просто супер качество то есть по тем видеороликам которые вы легко можете найти в интернете можно увидеть что sony alpha cms снимает практически в полной темноте может снимать полотенте потому что у нее диапазон чувствительности в видео от 200 до 100 тысяч до 100 тысяч до 100 тысяч и в расширенном режиме по моему до 400 тысяч это уже как бы там электрон там уже сильно лезет шум очень сильно digital но на 100 тысячах это все еще видео которое наверное для каких-то вещей ну его можно если нет возможности если нужно снимать а уже супер темно да вот по моему может быть для какой-то репортажная съемка не знаю видеосъемка военных действий если ты включишь фонарик тебя убьют ну вот представь себе у тебя такая вот начал выбор или типа у тебя бы два выбора с другой камеры я вообще не сниму видео если включу свет меня убьют или возьму sony asms ну хорошая реклама я придумал нужно было брать кредиты где-нибудь в крыму а потом не отдавать давай не шутить на эту тему вообще что я хотел сказать сбил теперь вот есть минус вот это большой плюс перед g4 вот есть минус минус в том что 4k видео можно получить только если выводить сигнал по hdmi на внешний рекордер вот а full hd 420 до 60 кг в секунду можно писать на карту памяти в эвисе hd в mp4 и или в самые новомодные x и висе с битрейтом до 50 мегабит кстати вот и есть доступна двойная запись видео одновременно вниз к битрейтом 120 и x и висе с 1080p мы вот с антоном подумали подумали что это наверное нужно для того чтобы показать например заказчику сбросить быстро какой-то материал который они могут везде воспроизвести до 720p как бы без тормозов и всего остального и при этом ну как бы у тебя остаются права на как бы большой размер ты его не сбрасываешь это к себе может быть для кого-то важно или просто по вебу там сбросить быстрее 720p какой-то ролик чем 1080p и соответственно там если вы допустим вот сейчас это подумал ты скидываешь по вебу допустим ты там снимаешь день в казахстане а где-нибудь в украине у тебя сидит человек который будет монтировать видосик ты не можешь ему слить все свои 400 гигабайт видео ты ему сливаешь там 40 гигабайт допустим да и мы там даже меньше видно получится пусть 10 гигабайт этого низкой детрейтного видео человек уже может приступать к монтажу а потом ты приезжаешь и вы просто в проект заменяете файлы и у вас уже грубо говоря файлы называются одинаково они просто я так понимаю будут бросаться в разные папочки соответственно тот же премьер если вы переместили к это файлы он и запускаете проект он говорит где файлы чувак ты берешь и говоришь вот файлы и там все файлы соответствуют тем которые были в той папочке и все поставляется быстрее монтировать кстати даже если вы не не в татарстане а прямо здесь если у вас не сильно быстрый ком реально выход на монтируешь видео в 720p и цветокорирующего все делаю это не сможете резко столько не сможешь проверить а цветокор весь делаешь о чем ну не сможешь может быть столько вытянуть но в основном большей части сможете по сделать потом потянул файлы я думаю после этого что проверить ну как минимум как как вариант это все должно работать то есть может быть и нужно в реальности посмотрите насколько отличаются на файлики но в целом как бы достаточно классно возможны вот собственно ну здесь есть поворотный дисплей трехдюймовый опять же выско детализированный есть видоискатель опять же выско детализированный с помощью которого тоже можно там снимать видео я думаю что к нему можно подключить там кучу аксессуаров и вообще ну эта камера заточена под такую профессиональную съемку видео ригом рельс ну не рельсами с обвесом кем-то и так далее ну плюс у sony сразу набор оптики уже более профессионально я так думаю в любом случае чем у панасоника будет то есть ну то есть оптика sony считается мне кажется типа более крутой те же все цели понимаешь есть один маленький момент что тем не менее стандартная оптика это же bayonet ye который эта же оптика она стает и на эти мексы или альфы новые беззеркалки кропнуты и там на самом деле всего-то пять-шесть объективов в линейке есть которые есть конкретно которые сразу которые с автофокусом вот но мы говорим в данном случае все-таки про съемку видео а для съемки видео все-таки для профессиональной съемки видео все-таки используют часто и оптику через переходники и стороннюю оптику все остальное и все это чаще всего с ручным автофокус с ручным фокусом да а сюда опять же подходит ну большинство оптик не так много как под панасоник но тем не менее то есть большинство оптики которая производит и sony и цейс и canon и nikon кстати вся эта оптика будет подходить сюда и если все это подвести такую черту да через переходник подвести черту мы долго думали это был сложный выбор но все-таки мы решили что sony выигрывает если говорить про беспрецедентное качество видео на сегодняшний день которое можно получить и технологические возможности вот панасоник это тоже отличный выбор и она может быть даже лучшим выбором для людей которые хотят получить камеру которая умеет снимать видео 4k из коробки и она не умеет там снимать так там темноте но тем не менее большинстве там условий она будет тоже снимать отлично будет классно детализированная картинка большие возможности и по расширению и по управлению видео и по всему 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 этому вместе взятому поэтому мы отдаем пальму первенство альфа 7s но ее ей на пятки наступает panasonic g4 и следующая номинация у нас теперь не касается камер а касается объективов лучший объектив 2014 года по версии кадр ком и в этом году на самом деле было пристально много оптики вот реально я так просная по анонсам объективов которые появлялись на сайте целыми прямо куча и реально очень много но такая есть маленький нюанс что такого запоминающегося интересного то почти ничего не было я помню что прошлом году было например сигма 18 35 18 первые в мире такой светосильный изумных тив до было 35 к 14 которая была вдвое дешевле чем аналоги у к никон и лучше сигма-сигма ну я имел душа сигма и сигма вот и смешно но в этом году мы так подумали и решили что первое место тоже получит объектив от сигма и это будет 50 миллиметров 14 из серии арт и ответим почему почему потому что хотя он стоит 900 долларов 900 долларов за полотенник 14 если вспомнить аналоги от каяна никон стоят от 300 до 500 долларов а например тоже есть сигма 50 миллиметров 14 x серии с золотой такой каемочкой она стоила порядка 500 долларов дороже чем и каи на никон и сони кстати тоже вот но она как бы он был большой такой тяжеленький и кому-то он нравился кому-то нет были такие а здесь совершенно новый дизайн мне очень нравится вот реально вот мне реально нравится дизайном вот все но ты вроде и ты там посмотришь на дизайн первые 15 минут пока ты вы достал из коробки классный класс а значит чем потекает что он чем-то вот так напоминает кида не он наоборот он напоминает чего ну не знаю такой плавный переход по металлу он тяжелый и большой я просто говорю и очень красивая вставочка просто представь себе как думаешь какой диаметр передней линзы я не помню я не помню ну сколько это может быть ну 67 или 72 77 это как у 70 теперь представь себе какого размера этот объектив это реально тяжелая большая крутая линза чем она крутая один я дурак это он реально будет выглядеть ну массивно массивненько и мы гораздо гораздо массивнее чем например canon 50 миллиметров 1 и 2 просто может быть он не такой наш там красная каем очка и все знают что это canon и так далее но вот это все будут реалистить а чё это у тебя вообще на камере но не это не очень вот кстати сигма к маленькой напишем никто не смущался но и самое главное давай не самое главное здесь установлена куча новых скам так современных линз которые в сумме не будем вдаваться вот эти техно задротские темы что она дает он дает то что здесь очень мало хроматических аберраций здесь очень ровная в плане дисторсии картинка но на полном кадре систота полно кадровая линза здесь довольно слабое винентирование как для дырки 1.4 сравнение с конкурентами скажем так и она резко с 1.4 гораздо резче чем все остальные линзы называется вместе взятая причем по всему полю кадра ну поэтому в центре она резче по краям кадра она менее резкая но на этой дырки 1.4 она резкая настолько насколько это скажем так может быть вообще необходимо то есть если вы снимаете что-то где у вас акцент на каком-то объекте и вы делаете нажать нажимаете на кнопку понимаете что все то что нужно в резкости то что нужно в расфокусе и здесь там не нужно особо там поднимать шароп или что делать то есть объектив дал именно то что вы хотели в этом на 2.8 и там 4 5 6 резкость там еще увеличивается особенно по краям вот и картинка становится настолько когда вам нужно получить исключительную резкость например там в студии вы прикрываетесь и вы хотите чтобы все было там в резкости вот но и сама детализация была максимальная достать максимально детализацию своего например высоком многомегапиксельного сенсора возьмем там те же никон d800 d810 возьмем там ну тот же там n5d mark 3 у которой там 21 но тем не менее как бы это это не 18 значит не 16 не 12 возьмем не надо статус да 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 точно вот я тоже не скажу что в прошлом году в 35 миллиметров а стал просто очень таким объективом фурором среди моих друзей коллег фотографов потому что я как раз ты позволил себе купить кайна на новскую 35 q и пару моих знакомых взяли себе сигму и скажем так я не могу прям ну я не скажу да что я там дурак переплатил денег вот но Но образовался некий паритет, и сказать, что что-то прям выглядит сильно круче или хуже нельзя, но остается фактом, что ребята заплатили дешевле, а получили в итоге очень классное качество изображения. При этом конструктив объектива был очень на высоте, что после предыдущих объективов от Sigma казалось просто чем-то невозможным, просто как это у них так произошло. Наверное, что-то изменилось там в руководстве и в R&D отделе. Скорее всего, вот. И поэтому в этом году именно 50 мм я выделил для себя как очень интересный продукт. И то, что уже Олег говорил, это связано с резкостью на открытых диафрагмах и с диаметром объектива. Вот заметьте, что многие со мной согласятся, наверное, что говорят, что вот если у тебя объектив 1.2, снимать можно там с 1.4. Если у тебя объектив 1.8, снимать можно там с двоечки, может даже чуть дальше, да, например. Я тебе, я просто специально для этого, извини, что перебиваю, на том же 50 мм 1.2, на 1.4 он менее резкий, как по центру, так и по краям, чем объектив. Я говорю, как бы графики, да, но я вот к этому подводил, что скорее всего инженеры Кэнон решили, ой, прошу прощения, Сигма решили пойти таким вот путем, да, сделать объектив с возможностью, возможно там какой-нибудь 1.2, но ограничили юзера в диафрагме до 1.4 для того, чтобы он сразу получал суперкрутое изображение уже на 1.4. То есть, возьму, ну я тоже не так, не думаю. Ну это неправильно, сейчас нас заплюют, ты что не знаешь, что такое 1.2, 1.4, это же относительное отверстие, это просто отношение диаметра к... Фактически можно все это проверить, в смысле, что это же, это значит, что они должны были линзу как-то прикрыть, правильно? Они даже, ты же видишь ее? Я тебе так скажу, возможно диафрагму до конца не открывают, ну возможно же такое. Ну я думаю, там же видно, там люди уже заметили бы это, уже обкричали бы на весь мир. Вот, и я просто подвожу к тому, что это на самом деле получился качественный во всех смыслах, достаточно конкурентоспособной ценой, если брать супердорогие, ну если брать самые топовые аналоги. Например, от Sony и от Canon, потому что у Nikon нету просто 1.2, и соответственно, там как бы... Мы еще можем вспомнить Otus. Ну да, можем, можем, да. Можем вспомнить Otus 50 миллиметров. Да, у Nikon там был этот Nocturne, как он там назывался, я забыл. Он 56 миллиметров, он такой 1.2. Да, но это старый объектив. Просто я к тому, что он тоже дорого стоит. А нет, он не старый, он новый, да. Новый, да. Вот. Поэтому, наверное, 50 миллиметров это супер востребованное фокусное расстояние, и этот объектив очень круто удовлетворяет необходимые потребности вот тех людей, которые фотографируют. Ну и круто, что... Наверное, поэтому он самый лучший. Ну и круто, что теперь, например, можно увидеть в кофре профессиональных фотографов, у них, например, есть набор фиксов. Вот там какой-то суперширик там 14 или 16 миллиметров. Вот там 35-очка, полотенник, 85-ка, 135. Например, 35,50 у него занимает объективы Sigma. Они как бы свои там, ну, как бы его системы и так далее. Ну, то есть это огромный плюс Sigma, и молодцы, и мы рады отдать им Beige лучший объектив года 2014. В последнее время я очень часто рассказываю, что в путешествиях я предпочитаю мобильный телефон в своей большой камере. Почему так происходит? Потому что телефон всегда с тобой, потому что иногда просто лень настраиваться по экспозиции, лень менять объективы. Достал телефон, клацнул, ну и банально нужно выложить быстро селфи или кому-нибудь отправить фотографию. Поэтому заключительный кадр reward у нас будет для смартфона фотоаппарата. Ведов, смартфон ведов. То есть мы выбираем лучший телефон, который… Камерафон. Лучший камерафон, потому что это тоже становится уже как бы неотвенимой частью, грубо говоря… Для каждого уже. Да, человека, который просто имеет телефон и доступ в интернет, и ему нужно все время постить фотографии вместе с собой или с окружающей средой. Или даже творить. Творить реально классные кадры. И у нас, на самом деле, есть всего два номинанта. Это топовые девайсы двух гигантов, скажем так, смартфоностроения. Смартфоностроения, правильно, правильно. Правильно я сказал? Да, да, да. Я ж не привык рассказать про смартфоны, поэтому так. И первый кандидат, как вы, наверное, могли догадаться, будет от компании Apple, и это iPhone 6 Plus. Почему именно Plus, а не шестерка? Потому что именно у Plus есть оптическая стабилизация изображения, а у шестерки нет. Ну, это, считай, супер топ, да, это iPhone 6 Plus все-таки считает. Да. И что у него есть? У него есть 8-мегапиксельная матрица, и у нее есть светосильный объектив 2.2 фронтальный. С диафрагмой 2.2, и с такой же, кстати, диафрагмой, ну, и основная, и фронтальная 2.2, вот. Но передняя камера, она… 1.9 мегапикселей. Ну, что-то там вообще мало, то есть она даже не может снимать в Full HD, вот. А основная камера, ну, 8-мегапиксельная, вот. И по видео iPhone умеет снимать видео вплоть до 240 кадров в секунду в HD, вот. Ну, Full HD в обычном, скажем так, фрейм рейте. Ну, что достаточно звучит достаточно угрожающе, и я один раз только видел эту съемку, и мне понравилось. Чего один раз? Ты не видел… Ты не видел это, как называется, для фотографии в slow motion целые фильмы? Нет, я смотрел именно просто другие, короче, примеры, и я хочу сказать, что меня, на самом деле, впечатлил этот slow motion. Ну, тоже, все очень зависит, типа, от 120 ты много, ну, не отличишь, вот, ну, серьезно. Ну, да. И второй кандидат – это Samsung Galaxy Note 4. Мы, скажем так, очень долго думали вообще, вот, какие могут быть соперники для iPhone, и вот лично для меня было неожиданностью, что Note 4 на самом деле очень крутой телефон с очень крутой камерой. Потому что ты не варишься в этом. Да, я просто немножечко… А я в офисе сижу и слушаю. Немножечко пропустил вообще развитие сторонних… Ну, сторонних смартфонов… Блин, не так. Сторонних сказал? Сторонних смартфонов. Сторонних от меня. У меня, у меня iPhone, поэтому… Я немножечко не следил за развитием технологий в других телефонах. И что нужно тут выделить? По техническим характеристикам Samsung Galaxy Note имеет 16-мегапиксельную матрицу, которая физическим размером чуть-чуть, всего она незначительно больше, чем у… Правильно я же говорю? Да, правильно. Чуть больше, да, чем у iPhone, да. Но 16-мегапикселей. Это значит… С такой же светосилой 2.2. И это значит, что физически размер светочувствительного элемента, да, пикселя на этой матрице у iPhone будет больше. Соответственно, ну, вроде как должно быть немножечко лучшее изображение в условиях недостаточной освещенности. Значит, также есть стабилизация изображения при съемке видео и даже может он снимать 4K, чего не может iPhone 6 Plus. Вот. Значит, при более глобальном как бы сравнении, ну, при фотографировании уже мы как бы для себя выяснили, что во многом мы наблюдаем паритет. Но, но, наверное, на любителя картинка все-таки получается. Ну, на самом деле, мы посмотрели много картинок сравнений iPhone 6 Plus и Galaxy Note 4 и в итоге мы решили, что в некоторых случаях один обходит, в некоторых случаях другой обходит. Но, в целом, все же нам в большинстве вот просто каких-то картинок в разных условиях нам понравилось то, что выдает Galaxy Note 4. То есть он выдает картинку, которая просто более качественная. В принципе, если говорить вот в общем, то из того, из того можно получить очень классные фотографии и при обработке, и при обработке будет больше как бы важно, насколько прямо растут руки, а не, скажем так, у вас этот или иной смартфон. Поэтому так. Но, в целом, в любом случае, мы отдаем победу Samsung Galaxy Note 4. Да-да-да. Для многих неожиданно, наверное. Камерафон 2014. Неожиданно даже для нас. Вот такими были лучшие продукты 2014 года по версии редакции кадрком. Если вы не согласны с нашим мнением, у вас есть другое мнение, обязательно напишите об этих продуктах и почему вы считаете, что они лучшие в комментариях на YouTube или на сайте. Я уже жду таких кровавых дискуссий. Они будут, и мы к этому готовы, мы примем бой достойно. Но все равно кадры ворутся вне конкуренции. Ну и заканчивая фотографическую тему, мы с Олегом вас поздравляем с наступающими праздниками. Желаем круто встретить Новый год, потому что как его встретишь, так его и проведешь. С вами были Олег Кучеренко и Антон Каченко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok